ребята всем привет сегодня решил вырваться на очень интересный объект но прорваться через пост дпс не смог меня там остановили очень долго и нудно объясняли почему нельзя двигаться и перемещаться во время карантина в общем то конечно это все правильно я же не буду объяснять что я не собирался никуда выходить люди там из машины с кем-то общаться не буду говорить что решил прогуляться по заброшке просто тупо не пойму поэтому это все отменилось сейчас вот окольными путями возвращаюсь но решил прокатиться все-таки по городу и посмотреть как живет новосибирск во время карантина интересно я еще не выбирался в город но судя по картам яндекс пробки всего один балл это вообще необычно для буднего дня сейчас будний день причем обеденное время ну люди так маленько ходят посмотрим что происходит в городе постараюсь проехать по интересным местам где-нибудь сейчас по окраине прокачусь а потом заеду в центр и кстати говоря сегодня еще по плану у меня посещение очень интересного объекта в заброшенном парке городском итак поехали народа на улицах не видно конечно но это не потому что карантин а потому что тротуары здесь не предусмотрены практически кругом мегатонны грязи талого снега и ручьи и декорс поэтому людям хранить здесь негде стараются ездить на транспорте или на такси а мы уже практически подъезжаем к заброшенному скверу парк культуры и отдыха имени феликса дмудовича дзержинского памятник стоит сейчас надо найти где-то парковка здесь не густа поскольку в городе карантин я думаю что я найду без труда обычно вот здесь уже нифига нет никаких не парковок ничего а сегодня здесь приспокойно можно оставить машину все пойдем посмотрим что там в парке да ребят улицы города новосибирска значительно опустили обычно в этом месте достаточно оживленно потому что рядом находится завод имени чкалова а сегодня здесь пустота несмотря на что сейчас обеденное время видно только изредка проезжающие машины парочка мужиков затарились в ленте полные сумки набрали в туалетной бумаге наверное люди ходят в основном без масок да и не мудрено маски-то с огнем не сыщешь а вот и памятник Феликсу Удмунтовичу Дзержинскому соратнику Ленина и родоначальнику наших доблестных органов правопорядка заброшенный сквер когда-то здесь откипела жизнь проводились праздники но сегодня это все в прошлом итак большинство новосибирцев находятся на карантине некоторые вот таким экзотическим способом довольно неплохо накрыл поляну сидит отдыхает о, на фига себе турники на металлолом еще не сдали загадка прям впереди два сталкера местных исследуют заброшки видимо или делают закладки короче, ребят когда-то вот здесь была вот танцплощадка по кругу она была огорожена таким сетчатым забором стояла довольно хорошая аппаратура здесь большие колонки каждый вечер здесь раздавалась на всю округу музыка очень много сюда народу молодежи стягивалось короче, это было излюбленное место у горожан по крайней мере у тех, кто проживал в ближайших кварталах вообще парк здесь был довольно ухожен везде стояли карусели, качели вот здесь были качели, рядами стояли с этой стороны стояло чертово колесо, цепочные карусели там дальше стояла ромашка на этом месте была будка по продаже билетов короче, жизнь кипела и бурлила а за там с площадкой, кстати говоря находился тир стрелковый мне там даже как-то довелось пострелять в общем-то здание развалилось там смотреть особо нечего вот собственно и все, что осталось от тира дальше идти нет смысла если вот посмотреть дальше, то видно как вот такая туннелеобразная форма у здания это вот как раз был тир вон там в конце туннеля стояли мишени ростовые, грудные а вот здесь были комнаты, так сказать, со стендами и комната выдачи оружия и патронов я лично здесь стрелял с пистолетом Арголина это такой спортивный пистолет короче, классное было место любила я здесь бывать жалко, что это все дело развалилось когда тогда все принадлежало ДСАФу если кто не знает, ДСАФ это был раньше клуб от армии расшифровывалось дословно, добуквенно как-то добровольное содействие армии и флоту и каждый желающий мог бесплатно записаться вот сюда вот в тир пострелять, научиться стрелять мог мог также обратиться в военкомат в военкомате можно было совершенно бесплатно обучиться на водителя водителя легкового транспорта или грузовика и дальше проходить службу в армии уже по специальности водителя механин-водитель вот дальше там за танцплощадкой находился когда-то находилась когда-то площадка такая на которой была парашютная вышка типа аттракционного такого не знаю сколько она метров была наверное метров сто наверно и каждый желающий мог купить билетик и прыгнуть с этой вышки с парашюта по-моему прикольная развлекуха жалко что сейчас нет такого а вот и печально известный клуб Мэдисон когда-то во времена Советского Союза здесь был детский клуб по-моему юных техников потом клуб ладья здесь люди в шахматы приходили играть после работы а когда все развалилось здесь открыли клуб ночной клуб Мэдисон братки очень любили это место здесь всегда проводили стрелки всевозможные тусовки из-за этого здесь всегда были какие-то разборки постоянно кто-то кого-то то ножом пырнет то нос сломает короче место то еще было на дороге здесь всегда дежурил наряд милиции вскоре здесь произошла какая-то разборка директора клуба зарезали а клуб спалили вот с тех пор он так и стоит здесь вот в таком состоянии короче ребята место очень плохое по своей энергетике и ночами здесь говорят видят какие-то непонятные сущности посмотрим что здесь внутри а нифига здесь вот в этих краях была какая-то кухня у них воняет здесь конечно капец здесь наверняка стояли столики что-то вроде там с пола было а вон там вон дальше была комнатка этого директора клуба в которой его и зарезали короче место на самом деле очень опасно ребят здесь бывать не рекомендую кроме как на наркоманов или на закладчиков вы здесь ни с кем не столкнетесь короче вот такое вот место а весна ребята вместе со снегом сошел и асфальт все как обычно да омерзительнейший у меня осадок конечно остался от этого клуба Мэдисон от обстановки которая там царит вообще в целом от парка от этого с тем что было когда-то при советском союзе вообще не сравнится ну с другой стороны конечно окраина города кому нужен этот парк казалось бы но зеленых насаждений не так уж и много в городе парковых территорий так что могли бы в общем то его и привести в порядок а так честно говоря похож очень на какой-то рассадник на команов вообще на какой-то сад парк бритон вот и все короче не советую я вам туда никому ехать ладно ребят проеду сейчас по улицам города Новосибирска посмотрю как живет город в карантин да пожалуй пора уже и домой скажу я вам для буднего дня конечно движения никакого в городе нет это можно сказать вообще просто транспорт не выехал никуда то есть здесь в десятки раз больше машин в обычное время а сейчас простор хоть боком катись на самом деле даже в выходной день здесь гораздо больше транспорта чем сейчас ехать одно удовольствие конечно ну если не считать ям дороги у нас конечно каждую весну ужасные вместе со снегом сходит и асфальт видимо особенность климата такая что ли что ничего тут не поделаешь а так выглянуло солнце погодка классно сейчас наверное плюс 10 на тепло точно есть люди он в масках все как положено чем ближе к центру города тем больше людей в масках сознательных центральная часть города улица в уголе у нас практически пустая вот в это время обычно здесь такое столботворение что проехать вообще в принципе нереально просто весь транспорт стоит и на улице куча народа а сегодня катимся боком вон обработку кстати говоря проводят там тротуаров наверняка каким-то хим раствором люди в масках находятся и поливают что-то из шланга обычно вход в метрополитен это самая центральная станция Новосибирска метрополитена здесь нескончаемый просто поток людей сейчас вот сколько стою на светофоре еще ни один человек не вышел оттуда впереди справа сейчас будет церковь а за ней на Рымский сквер посмотрим сколько народу гуляет в сквере все таки интересно так необычно видеть пустынные улицы все таки никого шаром богатим на весь парк два человека надо еще через сам центр проехать там где площадь Ленина посмотреть какие движения там ну я думаю что мало картины изменится думаю что все будет то же самое все таки люди молодцы правильно среагировали ребята это красный проспект главная артерия города Новосибирска капец вообще машин нету вот это я понимаю людей кстати говоря тоже нет видимо это те которые пошли куда-то в ближайший магазин абсолютно пустой красный проспект урочные машины ездят здесь возможно какой-то антисептической жидкостью поливают парковки пустые на площади Ленина пустота обычно вот там около памятника Ленина на скейтах велосипедах куча молодежи там бегает носятся а сегодня ни одного человека интересно странное явление ну что ж ребят вот она площадь Ленина непривычно пустая народу вообще не отмешал подовс нет непривычно пустая в сквере вон какие-то доставщики пиццы или чего-то там какого-то фастфуда тусуются с велосипедом и тоже больше никого в центре города вот такие ямы на дороге величины с колодец капец все ребят припарковался я около своего дома здесь вот рядом с домом у нас такие коттеджики строят природа Красота Короче, ребят, не знаю Как в ближайшее время получится снимать контент Ведь за пределы города Меня сегодня не выпустили И как будут дальше обстоят дела Я пока не знаю Но все равно я думаю, что буду что-то снимать Вам показывать Да и вообще вся эта возня скоро закончится Так что На этой оптимистической ноте Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok